Давайте сначала расскажешь немного о себе, потому что я еще ничего не успела рассказать толком, поэтому можешь начать вот с пары слов буквально о том, кто ты и чем занимаешься. Всем привет, меня зовут Лена Курдюкова, я пиарщик. У меня есть свое агентство, агентство коммуникации «Перспектива», и мы занимаемся рекламой, продвижением и маркетингом, и прямым пиаром, и рекламными кампаниями. Поэтому я, наверное, сегодня здесь. Нет, люди пишут, что слышно отлично, это уже хорошо. Да, отлично. Так, слушай, у меня первый вопрос как раз вот, и чем он отличается от рекламы и маркетинга, или это все одно и то же, или одно в другое как-то включено. Давай вот немножко разберемся в терминах, расставим как бы все точки над «и», чтобы не путаться. Хорошо, давайте расставим точки над «и». Пиар – это связь с общественностью, да, то есть это коммуникации, которые зачастую могут не стоить ничего, а могут стоить дорого, да, то есть гораздо дороже, чем деньги, которые вы потратите на прямую рекламу. Если мы говорим про маркетинг, маркетинг – это про продажи, да, то есть это про стоимость контакта, это про высчитывание и про счет, сколько вы потратите денег и что вы за эти деньги получите. Просчитать эффекты от пиара именно в денежном эквиваленте достаточно сложно, то есть пиар – это про известность, да, то есть пиар – это про узнаваемость, пиар – это про короткое решение каких-то вопросов, да, то есть зачастую компании как бы решают посредством пиар такие вещи. Если мы говорим про, соответственно, еще какие вопросы может решать пиар, да, то есть это создание репутации, создание имиджа, создание, соответственно, образа компании или человека в информационном поле. Если мы говорим про прямую рекламу, да, то есть это всегда, скажем так, стоит денег, хорошая реклама, хорошие каналы стоят денег, у пиара все сложнее, то есть можно использовать только пиар и получать и продажи, и деньги, просто грамотно этим пользоваться. То есть пиар может быть безбюджетный практически? Может быть, пиар безбюджетный. Здорово. Сейчас только бесплатных пока еще каналов, как то, например, тот же самый Инстаграм, за который мы, слава богу, не платим. Мы платим за настройку таргетированной рекламы, за изготовление контента, например, Саша, да, чтобы она сделала классные мои фотки, или там копирайтеру, который напишет классные тексты. Но по большому счету мы используем платформу Инстаграм абсолютно бесплатно, да, то есть, соответственно, если вы талантливый, если вы умеете классно писать, сами умеете писать, то вы можете использовать максимально этот инструмент, да, то есть для собственного продвижения. Слушай, вот, в общем, все, что реклама и маркетинг – это про продажи, пиар – это про… Узнаваемость. Про репутацию, что ли, узнаваемость. Ну, тут и репутация, и, соответственно, можно и известность достичь при помощи пиар. В общем, могут ли отдельные какие-то личности использовать вот как раз инструменты пиара для продвижения себя, если так можно сказать? Или это вот больше для компаний там или для политиков? Кто вообще пользуется услугами, скажем так, пиар-специалистов? Услугами пиар-специалистов чаще всего пользуются компании, да, то есть если мы говорим про деятельность агентства, потому что это всегда бюджет, да, то есть хороший специалист не может стоить дешево. Ну, собственно, как и, наверное, в случае с фотографами, да, в случае, там, не знаю, с видеографами, да, с кем угодно. То есть хороший канал и хороший специалист, он стоит денег. А если вы идёте к доктору, то вы тоже, опять-таки, платите, да, то есть давно уже прошло время бесплатного всего. Если мы говорим про то, как бы нужен ли, там, не знаю, я читала, там, косметологу или, там, визажисту или фотографу, именно пиар-специалист на постоянку, думаю, что нет. Можно обойтись консультацией, да, то есть потратить два часа своего времени, привлечь специалиста, пообщаться, накидать некий, там, план и попробовать реализовывать его самостоятельно, что успешно получается у очень многих ребят. То есть, в принципе, пиаром заниматься надо, ты считаешь, вот, допустим, тем же фотографом, или пусть оно как-то само идёт, и можно туда не лезть, просто, допустим, в рекламу вкладываться? Я считаю, что фотографам нужно, в первую очередь, определиться своей нишей, как это сделала ты. То есть, получается, по факту, когда... Всем привет, кто там пишет, привет-привет. Получается, что тот же самый фотограф, он снимает и на свадьбе, и на свадьбе, и на похоронах, и новорожденного, и беременную, и, там, не знаю, детский день рождения, и вообще всё подряд, как правило, ну, как-то так. Это такой печальный опыт, да, человек... Тамада Баян. Ну да, конечно. Вот, когда человек говорит... Очень сложно продвигаться, когда ты во всём себя сразу пытаешься продвинуть. Вот я в Самаре знаю двух человек, которые занимаются интерьерной съёмкой. Всё. Я в Самаре знаю... Кстати, кто? Я не знаю, например, Таше, но я, правда, не интересовалась особо. Я знаю Рому Передонова, и знаю ещё одного человека. Его зовут Максим, фамилию не вспомню. Как бы я в основном с ними, получается, контактировала. То есть, может быть, я кого-то не знаю, но, значит, у них плохое информационное поле, раз те люди, которые регулярно заказывают их, о них не знают. Пиар нужен для того, чтобы сформировать вот эту узнаваемость, то, что, вот, не знаю, если меня кто-то спросит, Лен, я беременная, кто бы меня фотографировал? Я скажу, блин, конечно, Саша, да, то есть, потому что ты первая в голову, и приходишь первая в голову, потому что ты очень чётко заняла свою, там, какую-то такую ступеньку, да, то есть, даже не то, чтобы в Самаре, а мне кажется, уже так в России, да, то есть, и ты двигаешь эту тему, это круто. Если мы говорим про, там, не знаю, фуд-фотографов, я стараюсь тоже работать по поводу фотографии, там, у меня есть три фотографа, да, с которыми я работаю, потому что все остальные опыты, вот без обид сейчас, это плоские картинки, невкусная еда и, как бы, как-то так, непродающие картинки. Ну, там своя специфика, конечно, в каждом таком направлении. Ему нужно учиться, да, то есть, нужно учиться снимать еду, нужно учиться снимать, не знаю, людей, репортажку, это всё разные фотографии. В общем, какие есть, скажем так, шаги, которые нужно проделать к тому, чтобы прийти к цели, допустим, чтобы стать самым известным фотографом чего-то там, в своём городе, вот чтобы о тебе заговорили, что нам надо сделать, там, ну, допустим, нишу выбрать, вот ты считаешь, будет первым шагом хорошим, или что ещё можно сделать? Для начала, с чем возникают очень у многих проблемы, поставить цель. Какая цель? Стать очень известным фотографом, можно сделать вечером Харакири в прямом эфире, стать самым известным фотографом Самары, ну, то есть... Который сделал Харакири, да. Который сделал Харакири в прямом эфире. И будет этот пиар работать ровно два дня, пока это видео будут пересылать друг другу там люди и выложит на всех информационных ресурсах о том, что фотограф, непризнанный гений, покончил жизнь самоубийством в прямом эфире, да. То есть это такой быстрый способ пиар. Можно побриться на лосо, можно покрасить волосы, не знаю, в сербургозявчатый цвет, и, соответственно, ты будешь сразу запоминаться, да. То есть вы... Я недавно сказала на каком-то мастер-классе, что можно матное слово на лбу, вы-то-туры, вы-то... Ну, короче, тату на лбу сделать с матным словом. После чего человек из аудитории сказал, а есть, говорит, такое в Самаре. Ну, то есть сейчас... Есть, кстати, да. Я видела, кто-то был. Ну, если, ладно, да. Понимаешь, мне в голову бы такое не пришло, а человек на полном серьёзе себе слово из трёх букв на лбу набил. То есть, получается, по факту, чтобы произвести, там, не знаю, впечатление, запомниться, ну, большого ума не надо, да, талантов не надо. Можно посмотреть что-нибудь откуда-нибудь и сделать то же самое, там. Ну, возвращаемся к харакире, да. А чтобы именно найти свою нишу, можно поставить себе цель, ставить, не знаю, самым узнаваемым и успешным фотографом, который, не знаю, там, занимается фудсъёмкой. Да, то есть, ну, как бы что? То есть известность, ещё раз говорю, это очень такая птичка эфемерная. Она сегодня есть, завтра её может не быть. А вот профессионализм и именно качественное, наверное, качественное внутреннее наполнение, его нужно, над ним нужно поработать, да, то есть всё очень просто. То есть именно такой взрывной пиар, я говорю, это вот там какие-нибудь такие вот гроб недавно приносили к белым... Да, ты уже как... Слышала, я, правда, не поняла, о чём там шла вообще речь, но про гроб... Да, все говорили. Не заморачивайся, но все говорили про гроб. Ну да. Понятно. В общем, есть такие быстрые вещи, но бестолковые и бесполезные, да? А если ты хочешь чего-то такого основательного... Нет, они не бесполезные, если... Нет, это тоже инструмент, понимаешь? Если нужно делать быстро, принести гроб и сделать харакири, это быстрые такие вещи, которые вау-эффект, да, то есть... А если мы говорим про выстраивание долгосрочной стратегии, вот с вау-эффекта можно начать, а потом нужно будет людям дать именно вот какое-то внутреннее содержание. И об этом тоже нужно рассказывать, чтобы, не знаю, там, там, Саша, там, беременная, там, не знаю, там, Яна, еда, там, Рома, это интерьерная съемка и так далее. А когда люди пытаются, фотографы конкретно объять необъятное, и пишут, там, давайте сотрудничать, я снимаю все, все это ничего. Ну окей, допустим, у меня есть цель стать самым известным фотографом беременных в Самаре. Ну, допустим, да. И первое вот... Так, а сейчас меня слышно? Да, еще раз повторюсь, что ты начала говорить. Ну, допустим, я поставила цель стать самым известным фотографом беременных в Самаре. Там, первый шаг, узкая ниша у меня уже есть, да? А что я делаю дальше? Как я доношу до людей то, что я самый классный фотограф беременных? Ну, я считаю, во-первых, у тебя есть прекрасный инструмент, который называется Инстаграм. Во-вторых, ты, я как видела, используешь участие в разных профильных конкурсах, что является тоже такой хорошей, скажем так, почвой. В-третьих, ты можешь писать всякие интересные статьи на разные мамки, беременяшные паблики, да, где рассказывать о том, что, не знаю... У меня, например, есть только одна фотография, на которой я беременная. Я не уверена, что у меня второй раз, как бы, это повцы. Я жалею, что у меня есть только одна фотография в таком состоянии, да? То есть, как бы, например, есть люди, которые вообще не фотографируются беременными, да? То есть, и вопрос того, что если ты будешь рассказывать людям, для чего это нужно, да, то есть, это тоже такой, скажем так, мощный момент формирования потребности, потому что, ну, как бы, ну, нет беременных фоток и нету, да? То есть, зачем мне это нужно? Просто можно, скажем так, через разнообразные каналы, первый момент рассказывать, зачем, второй момент показывать, что беременность – это красиво, третий момент, соответственно, не знаю, там... Вот у меня сейчас дочь уже взрослая, как я считаю, и мне нравится то, что я могу ей показать какие-то свои фотки, да, то есть, что-то обсудить. Ну, то есть, на такой больше мимимишный момент. Говорим по поводу дальнейших. Есть куча всяких разных передач. Можно отправить на все СМИ информацию, некое такое портфолио о себе, что я Саша, да, то есть, я фотограф беременных. Если вам где-то потребуется человек, который может выступить экспертом в этой области, я вот могу быть, да? И тут появляешься, там появляешься, там появляешься, то есть, такая некая намельценность, да? Вот. Но я просто думаю, что, на самом деле, как бы, Самара для тебя – это маловато, и я бы, наверное, ехала. Ну, я для примера просто, да. То есть, я уже могу в Москву, допустим, во всякие СМИ рассылать там, что вот я, вот, эксперт по этой теме, грубо говоря, да, могу что-то рассказать. Ну, ты уже своё портфолио, да, то есть, ты можешь, да, там, на те же самые свои издания, например, там, около беременной темы, на те же самые передачи, на которые, там, не знаю, ты же видишь прекрасно, что там на передачу к Малаху выходят всякие звёзды. То есть, и плюс там появляются какие-то эксперты, да, то есть, они же это делают не просто… Они это делают для того, чтобы о них не забывали, для увеличения там своемости, либо для поддержания штанов, как я люблю говорить, да, то есть, для того, чтобы люди не забывали, что… и так далее. Можно делать прикольные, интересные какие-то коллаборации, можно писать тем же самым беременным звёздам из серии «Давайте я прилечу с ним у вас». Просто вот смотрите, как я это делаю круто, я не знаю, я там с 15 лет слушаю вашу песню и там мечтала всю жизнь с вами познакомиться, а тут такой шанс «Давайте я прилечу вас сфоткаю», да, то есть, использование известных персон в продвижении для фотографа, да и вообще не для фотографа, да, то есть… Ну, для всех, да, это, конечно, полезно. Писать так, чтобы тебе сказали «да, давай». Что? Как вот писать вот в СМИ звёздам вот так, чтобы тебе сказали «да, там, приезжай, выступай, снимай?» надо как-то подготовить, не знаю… Ну, какое-то предложение, я считаю, что, то есть, всё должно быть, там, не знаю, в формате, скажем так, просто, понятно, доступно, кто вы, что вы, чтобы человек, там, не 30 листов презентации обо мне, да, то есть, а чтобы, не знаю, там, буквально в 3-5 слайдах было понятно… То есть, можно прям какой-то PDF сделать файл и там вот 3 странички и какое-то твоё, грубо говоря, резюме, примеры фото и что я там вам предлагаю, да? Ну, да, то есть, когда… Как это называется? Маркетинг-кит и там пресс-кит, что-то какое-то есть умное название у этого, по-моему. Ну, что-то типа пресс-кит, но это больше презентация. Презентация в твоём случае личного бренда, да, то есть, личного бренда, фотографа, который снимает беременных девушек, да, то есть, и всё, и там всё понятно, о чём, чему, то есть, можно написать там в те же самые глянцевые издания о том, что если у вас будет какой-то проект, да, то есть, не обязательно мамский, а тот же самый ВОК периодически что-то снимает, да, то есть, там, о том, что я была бы рада с вами поработать. Иностранные журналы, да, то есть, я не буду раскрывать там, скажем так, фамилии, но я вижу, что наш самарский фотограф, фотографы отправляют свои творческие работы в иностранные журналы, да, что тоже, опять-таки, в Самаре, о, нифига, его там, там-то напечатали, вот он крут. А как бы нет, да, это очень прикольно. Есть куча всяких журналов некоммерческих, недавно писала об этом как раз одна фотограф самарская, да, о том, что, ребята, если у вас действительно классный контент, его заметят, его возьмут. Ну, ты сейчас, не знаю, про Таню Лопатинскую. Просто у меня был тоже с ней эфир, может, кто-то, кто сейчас насмотрит, тот эфир тоже видел, как раз она рассказывала, как она отправляет работу вот в эти журналы. Она молодец. И как все происходит, чтобы там, да. Она прям клевая, конечно. Так, слушай, тут был где-то вопрос про пиар-план. Что такое пиар-план? Вы ставите себе цель, к которой вы идете, вы прописываете задачи, которые нужно решить, чтобы достичь этой цели. И, соответственно, дальше, исходя из задач, вы прописываете, что конкретно вам нужно сделать. Да, то есть вот из этого строится вообще любой план. Если вы хотите получить высшее образование пиар-специалиста, для этого нужно, или хотя бы нет, точнее не так, если вы хотите получить образование пиар-специалиста, есть несколько путей. Можно, скажем так, пойти в университет, отучиться, получить диплом, положить его на полочку, как бы, и считать, что вы пиарщик. Либо можно, там, не знаю, изучать кучу всякой литературы, читать, там. Ну, одно другое, как бы, не исключает, да, то есть что действующий специалист, он все время должен, там, развиваться, все время должен куда-то, там, стремиться. Ну, в принципе, как и фотограф, как и врач, да, там, курс повышения, квалификации, какие-то обучения и так далее. То есть человек не должен стоять на месте. Вот. Если мы говорим про план, да, то есть всегда ставится какая-то цель, я хочу быть, исходя из этого, или там компания ставит, я хочу, допустим, нельзя поставить свою, своей, как бы, целью деньги, да, там, я хочу, там, миллионы зарабатывать, при этом неизвестно как. можно поставить какую-то такую, ну, скажем так, у пиара более, должна быть, ну, это больше из маркетинга, наверное, то есть что, есть такая, скажем так, методика, постановка, постановка цели по смарт, да, то есть что цель должна быть, там, скажем так, ее можно почувствовать. Думая какая-то такая, да, 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 кто захочет загуглить, то есть получается по факту, я хочу быть известной, ты чем будешь это известной? Что это значит, да? Да, то есть как бы, есть очень много талантливых людей, которые стали известными только после смерти, да, то есть он достиг цели, ну, в принципе, наверное, да, как бы достиг ее после смерти, ну, увы, да, то есть время, временной отрезок, за который вы хотите достигнуть цели, как вы будете мерить, что вы ее достигли, да, то есть, ну, и соответственно, как бы она должна быть действительно такая амбициозная, наверное, что ли, скажем, на вырос, да, то есть. Чтобы зажигало тоже немножко. Если этой цель, ну, вообще люди, которые живут, и у которых нет никаких целей, они меня немножко, скажем так, удивляют, да, жизнь настолько кратка и настолько интересна, чтобы жить и просто вот там просыпаться, ходить на работу, поработал, пришел домой, подумал, какие все уроды, включил сериал, пожрал, лег спать, ну, каков смысл твоего существования? Каждому свое, как говорится. Ну, конечно. слушай, дальше у нас вопросов, кто пишет, пишет, что нужно пойти к тебе на стажировку. Я так думаю, чтобы стать пиар-специалистом, нужно пойти к тебе на стажировку. Можно и ко мне на стажировку. Сашуль, привет. А еще тут спрашивает, кто фотограф, который отправляет журнал, Таня Лопатинка. Да, я написала уже. Так, что я хотела? А, когда говоришь про пиар, сразу вспоминается выражение черный пиар. Вот что это такое и стоит ли его использовать? Вот случай с Харакили это как раз, наверное, пример черного пиара, скорее, да, или нет? Или что это будет? Я думаю, что это пример такого неразумного пиара, да, потому что он такой быстрый и быстро закончен. Если мы говорим про черный пиар, его чаще всего используют люди, которые хотят за чужой счет соответственно, получить что-то, да, то есть, ну, это, знаете, как не укради, там, не прелюбодействуй и так далее, то есть, какие-то есть такие вещи, то есть, есть отдельные люди, которые занимаются черным пиаром, к нам неоднократно поступали такие заказы, мы их переключаем на тех людей, которые этим занимаются. Я не занимаюсь черным пиаром, я, скажем так, ну, то есть, черный пиар это заказы, чтобы про твоего конкурента что-то плохое рассказали, грубо говоря, да, или как? да, скорее так, там вообще, на самом деле, я читала последнюю какую-то статью о том, что вообще там есть и желтый, и серый, и белый, и так далее, да, то есть, как бы, пиар это все про одно и то же, про коммуникации, про связи между людьми, да, то есть, связи с общественностью. если мы говорим там использование черных методов, их чаще всего используют политики, да, то есть, как бы, чтобы один спотыкнулся, а второй за счет этого получил какие-то свои баллы, или, например, там, скажем так, ну, да, конкурентам подставлять подножки и радоваться, и на айфоне выглядеть белым и пушистым, тут каждый сам выбирает. Окей, давай вернемся к белым, приличным и безбюджетным еще способам, как себя пропиарить. Вот есть Инстаграм, допустим, да, в Инстаграме мы что можем делать? Ну, помимо того, чтобы мы выкладываем свое портфолио, там, пишем посты, ведем эфиры. В Инстаграме в первую очередь мы должны понять, что мы хотим донести. Ну, да, то есть кто ты есть. С этого все должно начинаться. Вообще, в принципе, любая презентация, да, то есть должна начинаться, ну, любое продвижение, любая презентация должна начинаться с того, что вы должны решить, кто вы и что вы. Вот я когда-то для себя выбрала несколько ролей. Если, давай, скажем так, устроим некий интерактив, кто я? Если вот ты видишь меня, видишь мою страницу, я кто? Ну, пиар-специалист, мама, потому что дочку ты показываешь. Что еще? Что еще? Ну, плюс-минус, да, то есть у меня еще, скажем так, есть какие-то такие околоженские темы, которые я там периодически позволяю себе писать, да, то есть я женщина, я мама, и я пиар-специалист. вы не видите в моем инстаграм моих, например, там, родителей, не потому, что я, у меня их нет, то есть, а потому, что эта история закрытая для меня. Вы не видите в моем инстаграм мои отношения с мужчинами, не потому, что их нет, а потому, что я для себя какую-то такую политику избрала, что, как бы, ну, то есть у меня этого именно в соцсетях не проскальзывает такое, вы знаете, там, моя прелесть, я люблю его и жить без него не могу, и вообще все будет прекрасно. Просто вопрос того, что я, как его называется, я люблю его у меня в моем инстаграм, вот в таком ключе, что я этим показываю мои отношения, да, то есть я использую, как человек публичный, да, то есть я использую инстаграм в качестве формирования некого своего имидж, то есть да, я мама, да, я пиарщик, да, я женщина, и у женщины могут быть какие-то внутренние переживания, она может себе позволить подискутировать на эту тему с другими женщинами и так далее, вот, если мы говорим там про фотографа, опять-таки, да, то есть он же не только с камерой, он может быть, ну, скажем так, если мы говорим про выстраивание какого-то образа, да, то есть он может быть еще тоже так же мамой, он может быть классным, там, не знаю, иметь какое-то классное, интересное хобби, например, если он снимает природу и погоду, то вполне вероятно у него может быть какое-то хобби из серии, там, сноуборд, там, не знаю, какие-нибудь полеты на параплане, какие-нибудь, там, кайтсерфы и так далее, да, то есть что-то, что будет дополнять его образ. То есть одной роли просто я фотограф, я фоткаю недостаточно? Ну, сейчас, если мы говорим про без бюджета, да, то есть если мы не запускаем таргет, и если мы не используем какую-то прямую рекламу, да, то есть можно поговорить о том, чтобы создать какой-то такой имидж, чтобы к тебе хотели идти. Вот, то есть если мы говорим про, соответственно, ну, фотограф, он же человек. Есть фотографы, с которыми мне комфортно работать, есть фотографы, которые хорошо снимают, но я с ним никогда не работаю. Мне некомфортно с ними. Вот, то есть тут же еще такой момент, еще раз, доверие я, да, то есть я, ну, то есть ты меня фотографировала, мне очень нравится эта фотка, она отражает эмоции, да, то есть я понимаю, что ты можешь из меня вытащить ту эмоцию. Я последний раз, вот у меня можно на страничке перейти, посмотреть, я, вот меня фотографировал Павел Губер. Ну, кроме того, что все его девушки немножко похожи, ну, будем честны, да, то есть это некий способ обработки фотографии, некая ретушь. Он вытащил, опять-таки, из меня взгляд и душу. Ну, то есть мне понравилась с ним работа. Таня Лопатинская тоже замечательная съемка с ней была перед Новым годом. Тоже человек умеет как-то вот контактировать. А есть те люди, которые фотографируют тебя и не торкают, да, то есть может не раскрылись, может я не их клиент и так далее. Очень же важно понимать, кто твой клиент, на кого ты работаешь. Я недавно проводила бизнес-завтрак, после которого на меня там очень сильно наехали пару человек самарских, не буду говорить, какие, на предмет того, что я якобы там, скажем так, пыталась за счет них обелиться, а их очернить и так далее. То есть черный пиар. Я говорю, не, ребят, я просто показала то, что вы делаете, если как бы публика нашла это несколько забавным, то есть это исключительно вкус публики. Потому что кому-то нравится журнал ВОК, а кто-то каждую неделю покупает журнал телесеми и читает его от корки до корки. Это исключительно личный вкус. Кому-то кажется, что ты делаешь прекрасно, а кому-то кажется, что фигня какая-то, беременные, некрасивые, нафига они еще эти животы там тащат в Инстаграм. То есть у каждого свое мнение. Если мы говорим еще про какие-то инструменты, кроме формирования через социальные сети, сейчас это просто самое простое и первое, что приходит в голову, потому что мы в Инстаграм сейчас с тобой сидим. Если мы говорим про еще какие-то моменты, моменты коллаборации. У нас была очень интересная съемка, например, в эту субботу. И я написала даже на своей страничке серии товарищи там фотографы, будет прикольный контент, приходите, поснимайте. Ты думаешь, хоть один человек пришел? Неа. То есть у нас как-то люди считают, что я свою задницу не подниму, бесплатно ничего делать не буду. Ну как бы вот вы мне заплатите, а я приду. То есть я бесспорно, у нас был оплачен человек, который снимал это для нас, для нашего контента. Но, например, я пригласила всех желающих прийти и не пришел ни один. В городе Миллионики, где у меня 15 тысяч подписчиков. То есть я видела, что репосты этого сообщения, они были как из рабочего аккаунта, так и из личного. То есть кто-то кому-то из серии, блин, там, Маша, иди сходи прикольному, вдруг там будут классные фотки у тебя. Нет. То есть люди как-то не нарабатывают свое портфолио, считают, что делать творческие проекты это не для них, да, то есть как бы работать, не знаю, там, бесплатно с блогером это тоже не про них. Ведь Саша Бунаева начинала с того, что она собрала достаточно известных самарских женщин с детьми, сделала классные фотки и сделала выставку. Правда? Угу, да. Когда Саша позвонила и сказала, блин, а там, я, кстати, до сих пор не сбрала этот портрет, я хочу его у тебя забрать. Портрет, он где-то тут у меня лежит, да. Его надо забрать. Как-нибудь забирай, да. Ой-ой-ой, все, упал опять. Когда Саша позвонила и сказала, что нужно там, ну, денежку на то, чтобы напечатать портрет для выставки, вот у меня, не знаю, как бы не возникал даже вопрос, я сказала, куда перевести, давай сейчас переведу, да, то есть я не знаю, как бы, был ли кто-то, кто сказал, нет, я не буду переводить, я не знаю. Был? Мало. Мало? Человек, ну, сколько было, 30, около 40 было портретов и человек 7 сказали, я типа, у меня нет 700 рублей лишних или что-то в этом роде. Ну, просто вопрос того, что смотри, как бы на выходных я была в Москве, а мои любимые, фонд личное участие проводили вместе с Олей Гладковой Благожор, и там один собственник крупного бизнеса пришел и своему ребенку говорит, вот ты одну денежку кидай вот сюда, где собирают, а две бери. Интересно. И такое тоже бывает. Очень интересно. Было бы смешно, если бы не было так грустно, да? Ну, к сожалению, все мы воспитаны по-разному, кто-то подает бедным, кто-то кормит кошек в подъезде, кто-то, там, не знаю, убивает этих же кошек, стреляет по собакам, то есть мы просто все люди разные. Это к вопросу ВОК и там, газета. То есть ни то, ни другое, ни плохое, ни хорошее. Просто это разные восприятия информации, картинки какой-то. Коллаборации, да, то есть работа с другими. Коллаборации, соцсети. И можно рассылать по СМИ, там, по журналам свое какое-то некое предложение, что я вам поснимаю что-нибудь там, вы меня публикуете. Да, либо я могу выступить экспертом, если вы будете писать про эту тему, в которой я позиционирую себя как специалист. Вы можете писать всяких статей, этих пабликов, где можно публиковать. У меня в свое время, когда у меня был ивент-агентство, я занималась организацией мероприятий, я публиковала свои статьи про мероприятия. Их можно найти. Паблики в Инстаграме или какие-нибудь? Нет, 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 нет. Есть сайты всякие разные, профильные, узкопрофильные, развлекательные, образовательные. Можно найти. Они всегда находятся в поиске авторов, потому что оплатный автор, который пишет неплохую статью и еще и не просит за это денег, это всегда золото для тех сайтов, которые должны регулярно обновлять информацию у себя. Если вы будете бесплатно писать им какую-то колонку, я думаю, что вполне вероятно это можно использовать как пиар бесплатный. Но опять-таки, что вы все равно должны вкладывать личное время, силы, творчество, чтобы чего-то получить. Ну да, либо шоу по часы, как это еще называется, ты сел на попу и пишешь, либо ты платишь за то, чтобы как-то все само сделалось. Ну да, то есть все бесплатно и оно через вложение времени и труда тоже. Ваше же время стоит денег? Мое время стоит денег. Вопрос того, что я закончила, например, тему бесплатных консультаций даже друзьям. Были обиды, да, это как с 700 рублями. Кто-то сказал, да ты офигела. Я говорю, слушай, ну я прихожу к тебе в кафе и оплачиваю, да, еду у тебя в кафе. Почему ты считаешь, что я приду, поговорю с тобой, не знаю, расскажу тебе какие-то свои секреты и такая, ну все, давай пока. Ты такой скажешь, ну пока. То есть, и вообще всегда человек любой информации, да, то есть, за которую он отдал денег или там, любой вещи, за которую он отдал денег, он относится более бережно. В моей жизни была такая история с детства, я очень хотела пупса. Пластмассового, страшного какого-то, просто он мне прям приспичил. И мне родители не дали денег. И мы каждое утро, нам было может лет по пять, мы с подружкой выходили во двор и собирали бутылки. Мы обгоняли всех бабули, всех алкашей, вот, и, соответственно, как бы собирали бутылки, сдали их, получили денежек и купили эти игрушки, которые мы с ней хотели. А вот, наверное, это самая-самая-самая запоминающаяся игрушка из всего моего детства, именно этот страшный пластмассовый пупс, которого я так хотела, что я подняла, извините, свою задницу и пошла с утра собирать бутылки, день собирала, два, ну, я не помню, сколько это было, там, сколько потребовалось времени бутылок, чтобы достигнуть, ну, той самой заветной цели, на которой мне не дали денег. Вот это, наверное, ценное, то есть та же самая тема с первой машиной. Я ее зарабатывала, я ее, я на нее откладывала, я не покупала все лишние, даже там, не знаю, колготки лишние, то есть я думала, что нет, я хочу машину. И когда меня спрашивают, какая самая любимая или там дорогая машина в твоей жизни была, я говорю, знаете, вот первая восьмерка моя, она была вся раздолбанная, она была карбюраторная, я знаю, что такое подсос, я залазила в нее через багажник зимой, потому что двери сверзали, но для меня вот именно вложение в нее в течение, не знаю, года сбора этих денег было, ну, очень важным фактором. Поэтому не бывает такое, что ты пришел такой, нате вам денег, короче, я пошел 5 дня. Тебе все равно, то есть делаешь ты это сам или делают тебе это специалисты, тебе в любом случае придется в это вкладывать. Ну так. Так, если, допустим, я приду к тебе, там, в твое агентство, перспектива, да и скажу, ребята, вот вам деньги, пиарьте меня, что вот вы будете делать, например? Ну, вот, например, сегодня с утра у нас был такой клиент, который пришел, сказал, пиарьте меня, мы провели некую такую страцессию, на которой был независимый эксперт, да, то есть мы три часа разговаривали о том, в каком направлении мы планируем двигаться и что из себя представляют там, услуги человека, чем он ценен, на чем он может построить свое продвижение и так далее. Далее будет построен план, план того, основанный на основе того, что мы сегодня проговорили, мы предложили что-то, соответственно, человеку откликнулось, про что-то он сказал, вот так вот я точно не хочу, да, то есть какие-то примеры, и дальше будет составлен план и сделано коммерческое предложение, которое позволит человеку уже дальше выбрать, будет он делать это сам, будет ли он делать это посредством нашего агентства, может быть он найдет себе какого-то отдельного человека в штат, да, то есть и посадит его выбирать только человеку. Но вот эта вот консультация, она тоже стоит там определенных денег. А сколько? Это секрет? Нет, почему? Если мы говорим про первичную консультацию, она длится 2 часа, стоит 5000 рублей. Если мы говорим про стратсессию, она может стоить от 15 до 50 тысяч рублей. Но опять-таки, она может стоить и дороже, если, например, потребовать какие-то эксперты, потому что экспертов тоже ходят, не знаю, там радовать и баловать какими-то приятными, если не деньгами, то ништячками в виде, не знаю, там бутылки хорошего шампанского или коньяка или еще что-то. Потому что человек тратит на вас время. Ну, а дальше, когда вот уже какой-то план утвержден, какие обязанности может выполнять вот пиар-агентство? Не знаю, статьи, допустим, за меня рассылать в СМИ или что еще? Может быть. Все может. Писать за вас может. Устраивать вам какие-то фотосессии, которые необходимы для, соответственно, поддержания имиджа, да, то есть может отдельно там предложить вам услугу там ведения социальных сетей, формирования образа в соцсетях. Можно предложить какое-нибудь, я не знаю, то есть, например, проведение мероприятий без завтрака или участие компании в выставке или там человека в какой-то выставке. Это тоже инструмент пиар. То есть там может быть огромное количество инструментов и сказать, это так же, как вот у меня клиент, наверное, ты об этом знаешь, раз у тебя брейки поставлены в этой клинике. Мы с клиникой Вайдентл Клиник с момента разработки логотипа по сегодняшний день сотрудничаем, да, то есть и в разные периоды это было абсолютно разной активности, да, то есть первое, что мы делали, это, соответственно, формировали вот этот вот бренд-бук и позиционирование и как бы вот эту всю историю. Потом мы делали, например, презентацию клиники, да, то есть потом мы работали на имидж, на узнаваемость. Сейчас уже, в принципе, ну, тема поддержания. Так же, как с брекетами. Ты их поставила, для начала ты сходила, да, посмотрела. Если есть лишние зубы, их удаляют. Если нет лишних зубов, то так крепят, да. Каждому человеку требуется абсолютно разное время для того, чтобы зубки выправить, да. Кто-то ходит с ними один в промежутку времени, кто-то другой. Кому-то можно поставить прозрачные там лайнеры, кому-то нельзя. То есть все персонально, в принципе, как в лечении, так и в пиаре, да, то есть в достижении того, что хочется. А вот эти вот бумажки с номером телефона для машины и вот с улыбкой, с бородой, это тоже вы делали? Мы делали. Прикольная штука. И пакетики, и зубные нити, и жвачки, но мы все, мы везде работаем вместе. То есть у нас командная работа. У Вайдентал Клиник, кроме главного врача и собственника Александра Борисовича, есть еще замечательный человек, который занимается управлением клиники, зовут ее Евгения Алексеевна, и наши какие-то решения, они всегда обговариваются на каких-то планерках, совещаниях, мы думаем, мы креативим, то есть где-то она, где-то придумываем, мы где-то это вообще рождается там в момент спора какого-то, да, то есть рождается истина. Таблички предложили мы, ну вот именно в плане картинки, да, то есть зубные нити, которые сейчас лежат по заведениям, предложил Евгений Алексеев. А кто кого на что вдохновляет, клиент-пиарщик или пиарщик клиента, зачастую очень сложно доказать. Это такой творческий процесс очень. Однозначно, да, то есть тут нужно довериться, тут нужно доверять, нет такого, что ты пришел, это как, не знаю, с адвокатом или с юристом, если ты будешь что-то скрывать, то результат может абсолютно быть другим. Так, ну вот еще какой-то безбюджетный способ сейчас вспомнишь, придумаешь, вот есть соцсети, коллаборации с блогерами и всеми прочими, писать статьи в паблике, я еще записала участие в мероприятиях и выставках, но это, наверное, уже скорее с бюджетом. Да, ну не факт, вот, например, благожор, вот благожор, которым проходил вот в эти выходные, да, то есть с точки зрения, там, скажем так, участия тех же самых блогеров, они не платили за то, чтобы там готовить, им тоже никто не платил. Это такой взаимный интерес, да, то есть, но это была выставка. Да, все можно, еще раз говорю, все можно без бюджета, вопрос зачем, да, то есть, как бы вопрос, что ты хочешь сказать. Надо просто придумать, какую полезность ты можешь дать людям, чтобы они согласились там с тобой что-то вместе поделать. В любом случае потом придется вкладывать деньги, вот тот же самый, те же самые таблички, они стоят денег, да, ну, то есть, это табличка с номером телефона, моя машина вам мешает перезвонить мне, это я рассказываю тем, кто не в курсе, о чем у нас с Александрой, да, те же самые зубные нить стоят денег, жвачка, вот этот вот пластиночек, тоже стоит денег, да, то есть, как бы, просто точка контакта, ты видишь здесь, там, сям, пятый день, что они везде, да, то есть, это круто, но вопрос это, это даже, ну, это и маркетинг, и пиар, тут очень много всего намешано, они как бы, все, все, все рядом, но просто вопрос того, что, еще раз говорю, очень важно оказывать качественные услуги, да, потому что за любой красивой картинкой должно стоять, ну, должны стоять продажи, а если у вас пойдут продажи, то глупо не тратить денег на продвижение, да, то есть, об этом написано в любом учебнике по, там, не знаю, маркетингу, по продвижению, вообще, в принципе, по стратегии бизнеса, да, то есть, надо вкладываться в бизнес, да, то есть, вы же ездите на машину, вы делаете ТО, вы меняете колеса, вы заправляете бензин, но вот, в принципе, если рассматривать ваш бизнес с точки зрения, не смотреть на него, как на машину, да, то есть, и заправлять его надо, и мыть его надо, и периодически делать ТО, и что-то менять, то есть, не бывает, нельзя хотеть получать, зарабатывать деньги, да, то есть, там, я хочу денег, и при этом ничего не вкладывать, так не бывает. Я с тобой согласна полностью, конечно. Ну, то есть, я вот сегодня как раз говорила одной из наших сотрудниц, да, я говорю, вы понимаете, просто, там, не знаю, я регулярно хожу куда-то, я плачу деньги за свое развитие, я училась в институте, во втором, в институте, ну, то есть, первое образование у меня педагогическое, второе как раз пиар, я заканчивала его за деньги, потом я получала опыт, я хотела собственную компанию, я получала образование управления персоналом, да, то есть, опять платил деньги, я хожу на разные мастер-классы, я покупаю мастер-классы где-то в онлайне, я постоянно учусь, я покупаю книжки, которые, каждая книжка стоит минимум, там, 500 рублей, да, то есть, я вкладываю в себя. А тут вопрос, дайте совет, как раскрутить театральную студию, только планирую открывать ее. Анастасия, напишите мне в личку, договоримся с вами о встрече, о консультации. Я боюсь, что просто сейчас займет очень длинное время, и это очень круто, когда люди еще чего-то не открыв, планируют, вот это вот классно. Вот она сейчас пишет, именно на том этапе, когда мы можем сэкономить ее деньги, время, и четко простроить план. Потому что у меня было, что после моей консультации человек говорит просто, что, блин, а я, наверное, и не хочу этот бизнес, я что-то вообще погорячилась, пообщалась с вами, спасибо, экономили мне время и деньги. Ну, просто типа модно было там сейчас, ну, сейчас же модно, да, то есть модно было быть фотографами, потом модно было быть, там, сейчас модно быть блогерами. То есть, как бы в каждое время происходит какая-то вот мода. Сейчас все коучи, блогеры, вот, ну, и, наверное, бизнес-тренеры. А на бизнес-тренеры тоже надо учиться, кстати. Так, друзья, есть еще вопросы, потому что мы скоро уже будем заканчивать, вот буквально, минутка, другая. Да, бежать, бежать за ребенком. Она, кстати, там тоже была в прямом эфире, я, правда, не понимаю, да. я, я, я видела, да. Вообще, на самом деле, пока никто не пишет, я скажу, что я очень открыта в социальных сетях, написать в директ, я всегда отвечаю, я всегда открыта, я готова даже 700 рублей на фотографии, дать. Да, как-нибудь заезжай ее, забери, я ее найду. Да, найди, у меня мама ее очень хотела, Саша, помешивай. тогда тем более надо, конечно. Вот, она распечатывает иногда мои фотографии, развешивает. На самом деле, я просто призываю всех общаться, быть открытыми, не знаю, там, к миру, к себе, к своим талантам, и заниматься саморазвитием, да, то есть они просто на лоб себе приклеили, я блогер, подкрутили себе подписчиков, и пишете всем, купи у меня рекламу за 5 тысяч, купи у меня рекламу за 5 тысяч, но это, мне кажется, как-то вообще, выглядит, как попрошайки, которые очень навязчивые, там, где-то на паперсе дергают тебя с рукой, и говорят, дай денег, да, дай денег. Ну, что-то... Но всем хочется же быстро, быстро заработать на чем-то. Быстро деньги. Быстро деньги, да. Быстро деньги, это просто вот сейчас все, тренд. Пошел в YouTube, посмотрел пару выпусков, стал суперспециалистом, да, то есть и вывесил себя в Instagram, я недавно об этом писала, что ты доктор, ты косметолог, а по факту у тебя даже медообразования нет, да, то есть... Опасайтесь подделок, господа, потому что я, например, работала, когда с клиникой косметологии, с одной известной клиникой, там, косметологии, мы работали два с половиной года, каких только не приходил, например, перекошенных девочек, да, то есть там и челюсть отваливалась, потому что сюда куда-то там ботокс неправильно было воткнут. Проверяйте все от официалистов, да, то есть смотрите портфолио, читайте, интересуйтесь у тех людей, которые уже ходили, да, то есть фотографам проще всего, у вас все так или иначе видно, да, пришлите работы, и я как бы куплю или не куплю. А если мы говорим про специалистов, там, не знаю, ну, таких, скажем так, которые еще и там могут покалечить людей, как кто-то, гинекологи, сиськи сейчас все пришивают через... будете по делу. Конечно, опасное дело. Ну, опять-таки, тут тоже люди говорят, ой, знаешь, сколько пишут, я вколю вам ботокс за бартер, вы про меня пост, а я вам ботокс, я вам там эпиляцию, я говорю, ребята, знаете, Да, мне тоже пишут такие. То есть я зарабатываю себе и на бот, эпиляцию, и на зубы, и как бы вот чего-то делать вот там на халявку, это вот прям очень чревато, да, почему? Потому что потом ты скажешь, а почему у меня там глаз затек, заполз, закрылся, человек тебе скажет, ну, блин, извини, не получилось. Лучше заплатить и за пиарщика в том числе, чем найти какую-нибудь халявочку, а потом говорить, ну, а что-то как-то вот через одно место все, хотел сказать плохое слово, но потом вспомнил утреннюю клиенту, потом сказал, вот вы знаете, это там неправильно, Оксана, если вы с нами. Ну, в общем, как-то так. Я побежала за ребенком, спасибо большое тебе за приглашение. И тебе большое спасибо очень-очень интересно было с тобой пообщаться на новую для меня тему, я думаю, для моих подписчиков тоже. Вот, ребята, я какой-нибудь выложу пост или сторис вот со ссылочкой на левую, обязательно подписывайтесь, читайте. Найди мою фотку. Думайте. Найду мою фотку, да. А я, в свою очередь, хочу это сказать, что, знаешь, мне иногда редко, правда, но настигает мысль о том, что я хочу быть беременной именно после того, как я вижу твои фотографии. Спасибо. Ну, сейчас такое пишут, да, это очень прикольно, что только ради этого я готова еще раз забереметься. Я говорю, круто, я поднимаю рождаемость в стране, мотивирую людей. Это тоже тема. Да. Можно еще тебе выставку где-нибудь в «Мать и дитя» сделать, они сейчас в тренде. Я думаю, что если ты там у них где-нибудь развесишь, тебя может поддержать даже, не знаю, там, городская, областная и федеральная программа в поддержке материнства и рождаемости. Такая даже есть. Конечно, что есть. Надо загуглить. Круто. Ладно. Спасибо тебе большое. Все, я тебя отпускаю. Всем пока.